День рождения Как фильм «Трансформер», ты смотрел ведь, и вот мне родители подарили, но она была не новой, правда, это я был дико счастлив тогда. Теперь я больше люблю дарить родителям, я подарил папе машину сам уже, настоящую, и для меня это огромное счастье. Мне кажется, ну вот сейчас, когда я стал взрослым, нет ничего приятнее, чем возвращать людям, которые тебя любят, их любовь, которую они тебе дарили. Ажиотаж журналистов вызвало появление в зале актрисы Оксана Киншиной. Народный инстинкт придумывать романы звезд известен давно. Некогда народная молва женила Алексея на его продюсере, баронессе Катерине фон Гечмин-Вальдек. Совсем недавно певцу приписывали роман с его партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой. Теперь развивается новая лавстори с Оксаной Киншиной. Актриса, излучая интригующие улыбки, избегала комментариев, либо отвечала односложно. Впрочем, даже одним словом она косвенно подтвердила наличие отношений. Что вы подарили Алексею на день рождения? Тебя. Второй причиной для тусовки стал выход первого альбома певца под названием «Детектор лжи» Алексея Воробьева. Почти все 15 треков он сочинил сам. Перед тем, как их спеть, артист по традиции поблагодарил свою команду. Хочу поблагодарить и поклониться. Катерина, Катерина Никитича Винваде. Катя, я очень люблю тебя. Спасибо. Катя, идите к нам. Ты хочешь все и сразу, ведь ты так не любишь ждать. Под темными очками тебе ничего скрывать. Ты хочешь больше, а ты хочешь больше, yeah. На сладкое, самая главная новость вечеринки. Эйфория предвкушения прорыва на запад, казалось, висела в воздухе. Алексей Воробьев подписал контракт с саунд-продюсером Леди Гага. Он видел мой клип «Бам-бам», говорит. После чего, в принципе, он начал пересматривать следующие мои видеозаписи. Клипы, работы, после чего мы вообще связались, начали какой-то контакт вести. Я здесь с моим супер-талентным артистом, называемым Алексей. Сегодня утром, прямо после мероприятия, я улетаю в Лос-Анджелес. И мы начинаем работать с Редуаном, записываем два трека, которые я уже слышал. Осталось их только записать. А потом будем писать весь альбом. Плачьте, российские поклонницы артиста. Редуан уже переименовал его на заморский манер. Теперь он не Леша Воробьев, а в переводе на английский Alex Sparrow – Воробей. Имидж Леди Гага построен на тотальном эпатаже. Алексей, белый и пушистый, каким он был до сих пор, также не исключает смену своего имиджа. Как и в каждом человеке, в том числе и в тебе, есть и доброе, и злое. Главное – это вовремя вытащить. Я как актер это просто умею делать очень хорошо. Поэтому я с большим удовольствием стану злым, если надо будет, а потом обратно хорошим. Мы с Редом, кстати, на эту тему уже общались, на тему того, что… Но он говорит, Лех, главное, он меня зовет Алекс. Алекс говорит, главное, чтобы было все, ну, по кайфу. Я сижу с ума, посмотри с ума, отпусти себя вверх, я… Несмотря на многочисленные попытки, пока еще ни одному российскому артисту не удавалось стать суперзвездой с мировым именем. На Алексея Воробьева возлагаются большие надежды. Мы не у многих личностей получались какие-то такие успехи. Я думаю, что если все получится, это будет феноменально, очень хорошо. Если будет русский исполнитель, который, в принципе, Леша поет без акцента, очень хорошо по-английски, это будет очень хорошо. Конечно, такие альянсы очень важны вообще для российской культуры в целом. Я всячески поддерживаю и всяческих успехов желаю, чтобы все получилось. Я очень рад, что это именно Red One, потому что это сейчас первый продюсер вообще в мире. Дай бог, чтобы их работа была плодотворной, интересной. Главное, чтобы Леха в этом всем раскрылся. А насчет зависти, а ее и быть не может, ведь у меня тоже замечательный абсолютно продюсер, лучший продюсер в нашей стране Константин Неладзе. Поэтому, собственно говоря, этим все сказано. Не успел российский Спэрро улететь на побережье Калифорнии, как уже поползли слухи, что следующей пассией артиста станет Леди Гага. Поживем, увидим. Он улетел, но обещал вернуться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok